Шишки с нами удобно. Да, очень удобно, кстати. Они реально в размер, так сказать, печки. Надо не ломать ничего, а их тут валом. День третий начался прямо с такого кадра, сразу решительного. Да, сразу с шишек. Да, все. Бля, что-то большое плывет. Может. Звук как выдыхает человек. Непонятно ничего. Видно, да? Да, свободная какая-то. Так, герма готова. Сборы почти завершены. Это самая, конечно, такая, как это сказать, даже не нудная, а скрупулезная такая вот дотошная процедура. Все вот это раскладываешь по этим мешочкам, рюкзачкам, гермочкам. Вот это все. Конечно, опять отлив. Было в 5 утра максимально воды, но мы в это время спали. Все, вместо, в каком виде пришли, в таком мы оставили. Все чистенько. Все чистенько. Даже, может, чистая часть бутылок спалили, которые тут были. Все. Ничего не забыли. Отправляемся дальше. Все. Поехали. Хоба. Вот сейчас моя лодка плывет или идет? Да, она у тебя... Блин, все-таки как меня опухла нога, опять укусили. Е-мое, да что ж такое, а? Я вся изгрызана. Именно не комарами, а именно мухами. Такие опухоли от них, это жесть. Нравятся тебе местные мухи? Почему меня так грызут эти мухи? Ужас. Я вот сейчас утром 4 штуки. Это не они тебе нравятся. Это ты им нравишься. Так я 4 мухи одним махом, блин. Это ж кошмар. Ну так нет, ну не одним, конечно. Ну в течение там 30 секунд, блин. А я думал ты уже какая-то... Да. Какая-то буромица. Ужас какой-то. И все, опять нога опухла. И все, опухла. Почему-то у меня опухает сильно. А, ну мы проснулись раньше сегодня и собрались раньше. В общем на час раньше вышкрябываемся. По спокойной водичке. Завтрак опять не показывала, что мы там ели. У каждого своя еда была. Кстати, получается пока третий день классная погода здесь. Да, третий классная погода. Кстати, на сегодня по прогнозу самый жаркий день. Я одела... Да, это термуха. Она теплая. Но у нее длинные рукава. Просто... Так я на свою камеру говорю. А-а-а. Я просто пью. И термуху одела. Чтобы не сгореть. Вообще не думала, что я буду в Карелии спасаться от того, чтобы не сгореть. Это славное место. Это мы исследовали эти ручьи. Эта красная вода. Эти вот непонятные то ли водоросли, то ли кто плавающие. Место такое тихое. Но, правда, эту ночь не так крепко спала, как в предыдущую. Но тоже хорошо. И ночью теплая пока что. Мне в моем спальнике жарко. Хотя парням в летних спальниках не жарко. Классно. Классно, классно, классно. Пока я тащусь просто каждый день. Как все-таки живописно здесь. Причем, что интересно, в период отлива оно еще более красиво. Все эти камни выступают. И водоросли добавляют контраста такого цветового. Вон, видно, сарая граница на середине этого большого камня. После перлива. Чайки на камне. сейчас наверное взлетать будут при приближении гляне стойчивые настырные сидят не взлетают вот эта на камне прям смелая такая не хочет взлетать это взлетело все думаешь взлететь не мог это разве утки я их поснимаю ну да сидят просто на воде ладно ладно да эти не убегают никуда явно не могут взлететь пока теперь понятно почему чайка не взлетала большая с камней просто там пути сидели не летающие плавали надо сориентироваться то непонятно там то ли мы тупик мы заплывем дальше да там одном месте было то что я смотрел скорее всего отплывать туда влево придет нам нужно вплыть в большую полуостров который справа сейчас прямо сейчас держим курс на место где явно там видно проход между по островом и следующее небольшое мостово по приближаемся вот такие непонятные емкости с камнями не знаю для чего птицам нравится все в птицах в общем даже непонятно слева там острова или нет это все часть полуострова и придется влево забирать чтобы оплыть пока не ясно на водорослях вот такие воздушные штучки и они потом в воде плаваются они тонут красивые то чтобы слегка выступает никак тут не проплыть видимо тут все время даже камни торчат даже во время прилива волна пошла от этих от судов прошедших серьезно волна выглядит волна какая-то более пологая здесь уже идет резкая какая-то ярко выраженная видно что вот это все заливает конечно здесь это прилив аж до тех деревьев дали должно заливаться по крайней мере выглядит сыро сейчас все залито даже во время отлива здесь уже птиц смешно все время явно им эти затопленные места нравятся здесь перемотвалы какие-то остановиться здесь хочешь давай там ступеньки на давайте посмотрим уже можно будет перекусить белый берег очень красиво камушки белого цвета очень интересно выглядит остановились на обед в таком необычном очень красивом я бы сказала просто вот месте тут у нас вот уже кухонная зона спонтанно организовалась ну такое готовить не будем чисто то что можно сожрать здесь и сейчас съедим тут такие вот ну в сибири это называется куром ну и здесь наверно куром камни такие насыпные лодочки вообще красивые там вход в воду такой камни белые и почти сразу глубина то есть потом поплавать надо обязательно кстати эти моторки затихли супер хоть тихо думаешь это отвал не естественно да может и отвал поедим сало помидоры печенюхи все такое кетчуп и майонез и хлеб вот это кто кто это я не знаю кто это да но она явно и не хочет на глубину она хочет и тут на мелководье ну да ну да она просто ищет куда заныкаться да просто лодка яркая сейчас мы отправимся ей будет хорошо как будто даже закопаться хочет смотри она совершенно не боится именно без воды оставаться вылазит прямо на это угу на сушу ух ты какая штука непонятная вот тут животные мигля рот прям открывает надеюсь она здорово нормально ничего с ним там не проблема ничего она рот все время открывает прикольная штукинция плоская такая видишь она плоская пока поели волна поднялась какая-то слишком сильная ветер забыл видно видно что там звезды видно красиво вон она всплывает ооо блин да не отплывай может снимешь еще раз вот бы поближе ее снять как говорится бойтесь своих желаний вон 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 она вон она вон она вон она ух да я не знаю кто это но это кто-то белый кто это большой белый да 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 уже как сегодня посмотрел вот это круто она подальше ехать я не хочу туда путь белуха впереди похоже а чё на нее плеть не надо да красивый остров ну правда там хрен вылезешь наверное сплошная скала кругом да 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 этот остров прямо сплошная скала обходим обходим какой-то но очень красивый остров просто очень развернуть не туда разворачивать чтобы у меня было и остров во скалы и 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 Чудесатые места. Все чудесатые и чудесатые. Чудный островок, чудный, ух ты, ух ты, даже камеру не выключай, сейчас выруливать, сразу еще красиво, лея, вообще, класс. Красиво, но встать тут негде, вылезти, да, можно, давайте вылезем, давай, чё-то мимо такого красоты проходить, попробовать, надо вылезти. Ты там аккуратно, оно ж мокрое, Тань. Вот к этой штуке привязываются? Да, думаешь, выдержит? Я думаю, всё нормально. Будем это делать, искать лодки. Оно-то сухое, оно как-то есть, не знаю. Поднялась на этот бугорок, вид такой, птицы орут, сосны. Я в раю. Я в раю. Это то, о чём я мечтала сто лет. Мечтала о таком ягеле. А виды какие, виды какие, просторы, сосны, острова. Шикарно. Маленькая звёздочка, сейчас мы её в воду опустим, после фотосессии. О, полазили, поплавали. Отчаляемся. Опа. Отчаляемся. Эта зон какой-то неправильный. О, чуть ровнее выглядит. Напротив, вот там явно люди на стоянке стоят. Судя по цвету жилетов таких, у нас, наверное, жилеты на деревьях развешены. Все. Заплываем дальше. Ищем. Ищем уже место. Достоянку. Какие всё-таки обалденные столы здесь. Классно. Да, такого у нас в краях только нет. Какого-то отмени. Совсем всё другое. Ветер в лицо. Скорость не кукаешь. Я беру к нему. В столку. Отходим остров. Не забыла бы. Черношевского, по-моему. Виды открываются. Куда ещё тем красивее. О, вот похоже отвалы видно отсюда уже. Явно светлые, насыпанные. Выглядят как курубники. Кручка, вот эти стороны, по поворотам. На острове, на этом. Здесь не обкатанные такие. Здесь именно угловатые. А, по-сторону уже понижение вообще. Это похоже отвалы опять пошли. Пошли выход. Светлый берег. Острые камни. Интересно, что добывали. С этих отвалов. Гребём на вот этот остров. Маленький. Прямо по курсу. Вроде как там должен быть шанс на нормальный стоянок. В паре место. Выровнялись в одну линию. Только что вёсну я в разнобой качаю. А так выглядит, как будто одна большая лодка. Лодка, жёлтая колбаса. Против ветра. По волнам. Скорей. Против волн. Гребём к маленькому островку, на котором Виктор Рогов останавливался. Компания. Скорей. Скорей. Задо. Скорей. Красивый оковлён. Скорей. 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 Задо. Продолжение следует... 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 сейчас практически полнолуние 1 найти спать этому как-то приехали поели заводились и сразу вырубились и вот сейчас первый раз что фонарик минут раздавался храп туриста он интересно конечно здесь еще берег все время меняется в течение суток любое место оно разное вообще постоянно из-за отливов приливов такие вот 12 ночи тут светло